Кто управлял городом Чебоксары в 16-17 веках? На этот вопрос отвечали ученики 7 класса 45 школы. На интерактивном онлайн уроке представили обновленный учебник «Мой город». Окунулась в историю столицы Чувашии и Юлия Важенина. Какой год долгое время считался датой освоения Чебоксара? Ребята, пишите. Скажите мне, пожалуйста, почему именно этот год Кирилл, ты первый написал, почему этот год так долго считался датой основания? Это первая дата, с которой можно по годам проследить историю города. История столицы Чувашии в средние века именно этому периоду посвящен учебник «Мой город», по которому занимаются семиклассники. Онлайн урок практически не отличается от привычного. Ученики отвечают на вопросы преподавателя, изучают тему, вот только находятся при этом дома. Кирилл, а как ты думаешь в итоге, зачем гулящие люди приходили в город? А они приходили для того, чтобы обучаться чему-то или жить? Историю города ученики изучают по обновленному учебнику. В издание включили новые гипотезы о происхождении города и дате его основания. Если раньше было две популярных теории, либо здесь было сельское поселение, либо крепость воеводы Шубаша, то сейчас ученые склоняются к версии профессора Каховского о том, что чубоксары возникли как важный пункт на Волжском торговом пути, где караваны, которые шли по Волге, останавливались на ночевку. Важный момент еще эта деревня изначально была или город, потом, ну, чем еще была дополнена сущность на это, конечно, результатами последних археологических раскопок. Дело в том, что в последние годы в Чубоксарах было сделано несколько, можно так сказать, археологических открытий. До того мы опирались только на данные раскопок рубежа 60-х, 70-х годов XX века. 6200 экземпляров – таков тираж учебника для седьмого класса. Всего книг «Мой город» будет пять на каждый год обучения предмета. Сейчас к выходу готовится учебник для восьмых классов – исторические новеллы о чубоксарах в XVIII веке. Это необходимая информация, это и патриотическое воспитание, потому что, живя в столице Чувашской республики, не знать, например, какие древние дома у нас имелись или же улицы, безусловно, это не воспитывает любовь к родине, к малой родине. Мы имеем в виду, поэтому мы прививаем в первую очередь именно любовь к нашей малой родине.